всем привет всем привет давно мы вам ничего не снимали вот наконец-то снимаем решили справиться у нас просто очень важный день сегодня мы сегодня продлили продолжили свою историю с гражданством благодаря которому мы находимся в германии дело в том что в феврале следующего года истекает наш паспорт истекает срок годности нашего паспорта и мы решили заранее так как знали что здесь обычно очереди решили заранее сделать себе термин записаться мы не стали ехать для этого в румынию мы просто посольство записались в электронную очередь это находится в мюнхене так что нам пришлось в мюнхен съездить ну сейчас мы еще здесь до того как нам пришлось съездить мы записались и думали что мы сможем выбрать число время когда мы сможем сюда подъехать но мы не смогли выбрать нам не дали ничего выбрать им подумаем ничего себе столько желающих невозможно ничего выбрать там прошло несколько дней и нам автоматически присвоилась каждому до день и время посещения как хорошо что это все у нас совпало у двоих в один день и разница в посещении всего лишь полчаса но мы все равно зашли вместе все сделали вместе как как единое целое для тех кто может быть плохо владеет румынским языком хочу немножко прояснить дело в том что у нас вместе с нами там в очереди была женщина который реально плохо говорил по-румынски и плохо понималось или по всему имейте в иду и повторите как будет цвет ваших глаз по-румынски как называются пальцы что там еще рост до цифры вспомните как называется сколько вы какого роста то есть вот это вот что касается вашего паспорта и вашей внешности чтобы вы знали потому что ее спрашивали и я слышала это она не могла ответить нормально или где-то не могла понять нормально но сегодня вроде были благосклонны все и на ее незнание румынского языка закрыли глаза но мало ли вдруг будет злая тетка чтобы не было проблем как это было коротко расскажем назначенное время назначенном месте мы были заранее где-то за полчаса до и там выходил выходит наверно сторож мне не сторож security как его назвать в общем выходил молодой человек и спрашивал для чего мы прошли мы сказали для чего он спросил во сколько у вас регистрация мы сказали во сколько и сказали что мы вместе он сказал окей пройдете вместе и потом просто в очередной раз когда выходил он позвал нас и предложил пройти зайти внутрь внутри мы посидели еще минут 20 наверное и потом нас пригласили дальше пройти к окошку у окошка плохо было слышно ну нормально так можно было расслышать с третьего раза что нас просили у нас попросили свидетельство о рождении свидетельство о браке раз если есть такое то есть у каждого могут быть свои свидетельство там всякие прописку в германии и обязательно паспорта то что а эти сертификаты о гражданстве хотя мне кажется сертификаты о гражданстве на сайте даже не указаны но мы на всякий случай взяли и их с удовольствием посмотреть дальше сказали задали парочку каких-то таких обычных вопросов уточняющих сфоткали взяли отпечатки пальцев и выдали бумажку на которые данные о том когда мы можем забрать свой паспорт сказали примерно через две недели нужно мониторить на сайте посмотреть если готов не готов и только будет готов можно будет приезжать без записи просто в любой день когда тебе хочется приходи забирай кроме воскресенья наверное субботы в рабочие часы имеется ввиду без записи заранее и как только мы вышли с этого здания нам пришли имейлы о том что вот так и так здесь вы можете следить за состоянием вашего дела то есть все легко и удивительно старые паспорта сказали обязательно принести в следующий раз когда мы получим новые старые им отдать на уничтожение хотя они еще полгода даже больше будут действительны но нам нельзя оказывается иметь больше чем один паспорт но я думаю если мы сказали что у нас там какая-то виза в америку или еще что которая еще не истекает то она бы их оставили но у нас ничего там не было особенного так что нам не жалко а еще спросили чё так рано вам же надо феврале но мы сказали что феврале холодно поэтому лучше сейчас делаем мы вообще мы хотели на сентябрь на октябрь где-то но на сайте пытались зарегистрироваться и нам говорили что нет свободных дат то есть вы не можете на это время регистрироваться ждите когда появится свободное окошко и мы так и больше ничего не делали а потом сайт нам сам прислал email то что мы вас зарегистрировали автоматически так что нам пришлось слишком рано это сделать можем сказать что из всех румынских документов которые мы делали начиная с начала нашего подачи на гражданство и так далее это было самое легкое и самое быстрое что вообще было в нашей жизни связано с румынскими документами а самое долгое наверное было ждать свидетельства рождения но это уже в принципе не важно интересно посмотрите наш плейлист про румынское гражданство может кому-то это еще актуально возможно многое из этого не актуально но вы по крайней мере узнаете нашу историю может быть будете знать как действовать вам в этом случае так что вот так в принципе такая маленькая коротенькая серия была продолжение нашей истории про румынское гражданство а сейчас мы идем погуляем по мюнхену раз уж мы здесь мы еще здесь не гуляли посмотрим что за город может вам что-то покажу часть сегодня погуляем часть когда приедем за паспортами а еще можно заказать паспорт чтобы пришел вам прям поселый ящик но дело в том что там есть маленькая пометочка они не отвечают если вдруг ваш паспорт не дойдет все то есть дальше отвечает почта и решайте уже с кем угодно да еще мы должны были для этого привести свой конверт специальный какой-то желтый с наклеенной кучей марок там не помню на какую сумму в общем мы подумали да приедем мы еще раз сюда и сами заберем тем более будет сто пудов приехать летом в мюнхен и погулять город большой мы сегодня явно не успеем погулять везде так что лишний раз заехать мюнхен большое удовольствие лично для меня по крайней мере всем спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока 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 те кто будет ехать в румынское посольство это вам ориентир вот у этой штуки вот там вот синенькими буквами буквами написано что там румынская румынский хаос как танца кстати запарковались мы бесплатно вдоль бордюра это за километр до посольства легко просто были места просто без много легко и даже не искали просто вели первое запарковались потом пока шли пешком до этого посольства то еще много таких мест видели но может еще сыграло то что мы в 8 утра тут были или восколько в девять так что если вы конечно хотите прямо посольство то это кто-то должен довести вас туда высадить и поехать дальше искать парковку ну а было вообще нетрудно прогуляться пару минут только полезно а то есть с с и 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